Как дать организму всё необходимое и при этом похудеть? Какие диеты и ограничения самые опасные? Кому можно голодать по лечебным показаниям? И нужно ли менять систему питания после 50 или после 60? Об этом поговорим сегодня с врачом, который очень хорошо понимает, как наши предпочтения пищевые и привычки оборачиваются для организма. Если, например, у человека превалируют в питании белки, например, мясная продукция, то это, конечно, рано или поздно даст о себе знать мочеполовая система, в частности, почки. Более простой способ определения вестерального жира – это измерять талию на уровне пупка. Все зелёные овощи и фрукты являются субстратом, то есть той основой для роста хороших микроорганизмов. Чтобы противостоять коронавирусу, нужен очень хороший иммунитет. А после 60 лет вилочковая железа, которая отвечает за иммунную защиту, она практически деградила. А как людям третьего возраста путём питания поддержать свою иммунную систему? Это возможно в принципе? Вы знаете, один из самых главных органов в организме, который принимает участие в иммунитете – это, конечно же, кишечник. И прежде всего нужно поддерживать его здоровье, и тогда с иммунитетом будет всё хорошо. Ну и самый главный в кишечнике компонент – это, конечно, микробиота, то есть микроорганизмы, которые в нём живут. И прежде всего нужно с помощью продуктов поддерживать рост нормальной, хорошей микробиоты, например, зелёными овощами, зеленью. То есть все зелёные овощи и фрукты являются субстратом, то есть той основой для роста хороших микроорганизмов. Кроме этого можно употреблять, допустим, так называемые ферментированные продукты, то есть, ну, например, квашеная капуста и подобные, да, то есть это те, которые также продукты хорошо сказываются на росте нормальной микрофлоры. Чего нужно избегать? Это рафинированные продукты. Это, к сожалению, всё, что мы любим, да, сладости всевозможные, тяжёлая продукция. И, видимо, именно они становятся основой для роста патогенных микроорганизмов, нарушают работу кишечника и, соответственно, снижают активность иммунитета. Поэтому здесь вот я бы посоветовал с помощью диеты тоже регулировать свой иммунитет. Владислав Анатольевич Косенко. Возраст – 40 лет. Базовое образование – Ростовский государственный медицинский университет. Профессиональная деятельность – гастроэнтеролог, эндоскопист высшей категории, заместитель декана факультета послевузовского профессионального образования, заместитель директора Центра аналитическо-методического обеспечения здравоохранения Ростовской области. Достижения. Освоение трёх медицинских специальностей, совмещение лечебного и учебного процессов. Интересы – путешествия, музыка, театр, кредо жизни, профессионализм и милосердие. Владислав Анатольевич, какие возрастные изменения происходят с нашей пищеварительной системой? Это при условии, что человек относительно здоров. Дело в том, что с возрастом замедляются все процессы пищеварения. Ну и в частности, прежде всего, нужно говорить о замедлении моторики. В частности, моторика желудочного кишечника и в частности, кишечник. То есть, он замедляет свою работу. Кроме того, замедляется активность многих ферментов, в частности, например, поджелудочной железы. И, соответственно, переваривание всей пищи, которую принимает человек, тоже может замедляться и приводить к каким-либо нарушениям, если ферментов, допустим, не хватает. К каким нарушениям, например? Сдутие, урчание, нарушение стула, тяжесть после еды. То есть, все самые, наверное, частые жалобы, с которыми приходит человек-гастроэнтрологу на консультацию. Одно из проблем пациентов зрелого возраста — это лишние килограммы. Причем в народе говорят, что лишние килограммы больше все-таки не от еды, а от прожитых лет накапливаются. И, естественно, высокий вес имеет очень много рисков для развития различных заболеваний. И люди начинают придумывать себе разные способы и методы, как от этих килограммов быстро, резко избавиться. И начинают ограничивать себя в питании, придумывают разные диеты. И вот хотелось бы услышать, какие диеты наиболее вредны и даже опасны. Есть белковая диета, есть там сыроедение, овощная диета. Какие последствия с точки зрения гастроэнтеролога имеют такие диеты? Все перегибы в питании обычно приводят к следующему. Если, например, у человека превалирует в питании белки, например, мясная продукция, то это, конечно, рано или поздно даст о себе знать мочеполовая система, в частности, почки. То есть это поражение почек. Многие, например, водные диеты, очень много воды пьют. Тоже нужно думать об этом, потому что с возрастом могут появиться признаки и хронической сердечной недостаточности, и те же заболевания почек. То есть оптимальный вариант на сегодняшний день это где-то 30 мл на килограмм здоровой нормальной массы тела. В обычное время, если это говорит о летнем периоде, то это 40-45 мл на килограмм нормальной массы тела. А что вы скажете, на что влияет, допустим, если только овощная диета или вот сыроедение? На сегодняшний день очень популярно так называемое вегетарианство или веганство. Там разные есть сейчас направления. Но вот если в пище превалирует все-таки растительная пища, но со стороны гастроэнтрологии зачастую такие пациенты к нам обращаются именно с выраженным вздутием в животе, с урчанием, с неустойчивым стулом. Ну а в плане питания, если говорить о диетологии, то здесь недостаток незаменимых аминокислот, которые обязательны организму для жизнедеятельности. Поэтому здесь вот опять же должна быть золотая середина. Если человек хочет принимать только растительную пищу, но я бы, например, посоветовала все-таки небольшое количество рыбных продуктов употреблять, это будет все-таки белок. Ну вот с возрастом начинается так называемая саркопения, когда теряется мышечная масса. И как эту мышечную массу можно восполнять? И возможно ли ее восполнять питанием? К сожалению, с возрастом действительно люди начинают страдать от дефицита белка прежде всего. И вот здесь как раз-таки нужно добавить именно белок. Но для этого нужно необходимо пройти, конечно, сначала обследование, посмотреть уровень белка, протеинограмма, так называемая, есть анализ. И если есть в расшифровке этой протеинограммы какие-то нарушения, здесь нужно обязательно обратиться к врачу, терапевту, гастроэнтрологу и сбалансировать питание именно по белку. То есть белок именно это одна из причин, недостаточность белка, когда страдает мышечная масса в пожилом возрасте. Сейчас очень модно, и пожилые люди на это как-то ведутся, так называемое функциональное питание. Когда там известные компании сетевые предлагают там специально сбалансированные коктейли, какие-то батончики и так далее. Здесь нужно говорить именно о высококачественном составе этого функционального питания. В возрасте за 50 и более все-таки оптимальный вариант – это все-таки натуральные продукты, если есть возможности, и не просто, например, стейк средней зажарки, а, допустим, это должны быть обработанные продукты. То есть это нефте в теле, это паровые котлеты. Если это овощи отдать, например, предпочтение не свежим овощам, фруктам, а тушеным, запеченным овощам, фруктам, то это будет легче перевариваться и не вызовет каких-либо симптомов либо нарушений функциональных со стороны желудочно-кишечного тракта. А если мы все-таки говорим о витаминах, есть совершенно противоположное мнение по поводу системного приема витаминов. Есть мнение специалистов, вполне уважаемых, что витамины нужно пить и принимать в течение всего года, ежедневно не прекращая. Есть рекомендации принимать их там какими-то курсами. Есть рекомендации совершенно противоположного толка, что если постоянно принимаются витамины и какие-то там микроэлементы системно, то это может провоцировать и какие-то злокачественные вещи, опухоли. Вот как вы прокомментируете отношение к такому комплексу? Что касается витаминов, то есть возвращаемся к тому, что прежде всего нужно определить их уровень, то есть нужно обратиться к сотруднику, нужно обратиться к врачу и, соответственно, определить уровень витаминов. Если он снижен, действительно, например, очень часто бывает снижен витамин D. Да, его нужно поднимать, потому что он принимает именно в кальциевом обмене прежде всего. Если снижен витамин B, тоже его нужно употреблять. А безконтрольный прием витаминов может привести к тому же гипервитаминозу. Это будут другие совсем клинические проявления, нарушения, которых тоже будет нужно корректировать. Если мы говорим о приеме мяса, то какое это мясо? Это должно быть разнообразное белое, красное мясо или какие-то предпочтения? И сколько раз в неделю можно употреблять мясо, чтобы не создать каких-то проблем? На сегодняшний день, конечно, обязательно рекомендуется употребление мяса, можно это делать и каждый день, но, конечно, предпочтение отдается белому мясу, естественно. Это кролик, это грудки, курица, это индейка. И такой заключительный вопрос. Как все-таки безопасно похудеть? Чтобы безопасно похудеть, нужно, прежде всего, я считаю, обратиться сначала к специалисту, который занимается похуданием. Это прежде всего врачи-диетологи или гастронтрологи, которые занимаются также диетологией. Потому что без соответствующих анализов, которые нужно предварительно сдать перед тем, как заниматься похуданием, это не только анализы какие-то гастронтрологические, это и гормоны, в том числе, и щитовидные, и так далее. Там ряд анализов, которые нужно посмотреть. И тогда уже диетолог или гастронтролог принимает решение о том, как, в каком объеме это все будет происходить. В течение какого времени человек может безопасно потерять достаточно большой вес? Сложный вопрос. На сегодняшний день безопасное похудание – это около не более килограмма в неделю. Может быть, у кого-то это будет и меньше. Но самое главное – избегать именно резких похуданий. То есть, когда человек очень резко худеет, и сейчас есть, опять же, мода на всевозможные экстренные диеты, когда надо за неделю до какого-то мероприятия похудеть очень сильно. Вот это самая неприятная вещь, потому что, опять же говорю, это может быть нарушить проброту желудочно-кишечного тракта. Это длительные вот такие вот похудания резкие приведут к тому, что опускаются органы на так называемый гастроптоз, то есть опущение желудка, либо колоноптоз, опущение кишечника. А это, в свою очередь, приведет уже к нарушению работы этих органов, потому что это довольно сложные органы. Кроме того, например, сейчас очень модно так называемые чистки. То есть, я должен почистить печень, желчный пузырь или кишечник. Ну, знаете, всегда рекомендую своим пациентам о том, что самая лучшая чистка организма – это регулярный стул. То есть, если кишечник работает регулярно, если почки хорошо работают, то все так называемые шлаки, то есть, ненужные вещества, они вовремя выводятся. А когда человек устраивает себе вот такую агрессивную чистку в виде выраженных диареей, или у поведения большого количества, опять же, той же жидкости, то это, конечно, скажется на работе организмов и зачастую может привести уже в кабинет врача. Спасибо. Основные принципы питания у людей старше 50 лет – это, прежде всего, сбалансированность по белкам, жирам, углеводам. Это, прежде всего, регулярное питание до трех раз в день, а иногда четыре раза в день, но не более. Кроме того, это соблюдение водного баланса. Не стоит заниматься самостоятельно приемом витамином, а проконсультироваться обязательно с врачом. Ну и выбрать предпочтение отдать все-таки продуктам термически обработанным, чтобы не повышать активность и усугублять работу желудочно-кишечного тракта. Еда – это одно из самых больших удовольствий в жизни. С этим вряд ли кто-то поспорит. Недаром говорят, что хороший аппетит – залог хорошего здоровья. Баланс между вкусным и полезным – дело сугубо личное. Но если еда без правил, это может обернуться не только эстетической проблемой, но и проблемой медицинской. Встретимся через неделю. Поговорим об иммунитете.